здравствуйте дорогие друзья сейчас я хочу поговорить о разнице в проявлениях аутизма и рас у девочек то есть мы все знаем уже собственно по наблюдениям и по статистике что мальчиков с рас и аутизмом гораздо больше чем девочек возникает вопрос почему так я на самом деле очень сомневаюсь в том что это правда и что девочек действительно меньше я просто то что я вижу причина может оказаться совсем другая что девочек недостаточно диагностирует то есть девочка должна иметь реально тяжелые повреждения мозга для того чтобы это было диагностировано так сказать внешними внешними силами то есть врачами и так далее почему так происходит это очень интересно существует физиологическая разница между мальчиками и девочками у мальчика любое органическое повреждение немедленно выпячивается то есть его сразу видно она дает видимые симптомы то есть мальчик даже с небольшим повреждением он будет вести себя так что сразу видно что с ним что-то не так девочка с небольшими проблемами как бы в органическом строении своего мозга она в большинстве случаев это дело будет преодолевать то есть девочки по своему характеру они более тихие они более скромные они меньше лезут то есть и родители могут приписывать то что девочка там не делает чего-то потому что она скажем трусиха тому что она очень осторожна еще каким-то фактором если у девочки видны симптомы что есть у нее какие-то проблемы в развитии то это признак того что органическое повреждение достаточно сильное здесь еще видимо играет свою роль тот фактор что 2x хромосомы так сказать друг друга дублируют и реже происходит вот такая поломка чтобы прям вот совсем было все плохо собственно на самом деле если возьмем программирование то там вот тоже так все устраивается то есть чтобы были какие-то запасные элементы которые включатся в случае если основные элементы поломались то есть видимо у многих девочек это же и происходит поэтому у девочек часто проблемы не диагностируются и девочка приспосабливается и научается скрывать свои проблемы собственно мы встречали таких уже выросших девочек взрослых женщина неоднократно причем все они рассказывали о проблемах в учебе проблемах в общении и просто никто из них не и их родители никто не думал о том что у девочки есть проблема типа раз просто думали что она ленивая что она там еще там что-то нет мотивации в общем короче девочки как-то это все преодолевают в большинстве и только очень как бы тяжелые повреждения действительно уже попадают в поле зрения тех кто этим занимается и это вот дает эту самую статистику что девочек с раз и с аутизмом гораздо меньше чем мальчиков многие девочки развиваются то есть видно что что-то не так но диагноз им не ставят почему потому что непонятно то есть симптомы не те то есть видно что что то есть а что не ясно такие девочки часто получают диагноз уже в подростковом возрасте или вообще никогда не получают и в общем продолжают жить в социуме со всеми своими проблемами и это им очень трудно потом есть еще такая черта девочки они как бы просто по своей природе они лучше приспосабливаются и соответственно они научаются манипулировать то есть они манипулируют родителями они манипулируют окружающими и они ухитраются ввести вот всех так сказать кто занимается их развитием заблуждения относительно природы своих проблем ну например там девочка она принцесса она это делать не будет то есть она это делать не будет потому что она такая вот девочка девочка а не потому что она просто не может это сделать в силу того что у нее есть органическое повреждение но манипуляции конечно существует море у каждой девочки они свои есть более распространенные есть менее распространенные потом опять же эти девочки вырастают и в общем иногда они попадают к нам и видим у них признаки вот этих заживших воспалений узнаем что до девочки было очень трудно учиться что у нее проблемы с запоминанием что у нее проблемы с восприятием некоторые так и не осваивают там какие-то области знаний но девочки научаются это преодолевать поэтому необходимо повышенное внимание родителей к девочкам особенно к девочкам которые вот имеют какие-то трудности там в обучении в общении потому что очень может оказаться что причина просто в том что у нее есть скажем так расстройство аутического спектра всем спасибо всем хорошего дня до свидания